Шойгу Герасимов, где боеприпасы, это очередные слова Евгения Пригожина, он потребовал от руководства Минобороны снаряды и оснащения для ЧВК Вагнер. Сделал он это на фоне трупов, наемников частной военной компании. Вы сидите, тв***, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на ютубе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Это чьи-то, б***, отцы и чьи-то сыновья и те, б***, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их по траха, б***, п***. У нас нехватка боеприпасов, 70%, Шойгу, Герасимов, где, б***, боеприпасы? Это видео, как вы видите обильно снабженной цензурной лексикой в адрес Герасимову и Шойгу, было опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина сегодня ночью. Утром появилось еще одно обращение главы Вагнера к российским властям. В нем он, в частности, рассказал о том, как его частная военная компания вступила в войну в Украину. 16 марта, когда СВО пошло не по плану, нас попросили помочь. 19 марта 2022 года подразделения прибыли из Африки, полностью экипированные, сразу с колес вступили в бой. Мы вошли в самое тяжелое место, в центр укрепрайона Попасной, и к 9 мая 2022 года овладели населенным пунктом. Затем, для того, чтобы спасти армию, которая бежала позорно из Изюма и Красного Лимана, заняли линию фронта более 130 километров. Пригожин обращается к начальнику генштаба, министру обороны и верховному главнокомандующему. В связи с нехваткой боеприпасов он заявляет, что 10 мая выведет войска из Бахмута. Мы собирались к 9 мая 2023 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но, увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные, неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. В Кремле уже знают о планах Пригожина, но комментировать ситуацию на фронте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков традиционно отказывается. Разумеется, мы видели его в средствах массовую информацию, но я не могу это комментировать, потому что это касается ухода специальной военной операции. Наемники и сам глава ЧВКатрия будет увеличить поставки боеприпасов на протяжении нескольких месяцев. Пригожин настаивает, боеприпасы есть у Министерства обороны, но руководство и ведомство не хочет отдавать их частной военной компании. В военном командовании Украины заявили, что Пригожин ищет повод вывести войска из Бахмута. Главная проблема Вагнера, по словам спикера ВСУ Сергея Череватова, не в дефиците боеприпасов, а в крупных потерях. В то же время бои за город не прекращаются. За прошедшие сутки уничтожены 137 оккупантов, 202 ранены. Они несут большие потери. Следовательно, они ищут причины, чтобы уйти. В Главном управлении разведки Украины говорят, что в действительности Пригожин не собирается выводить войска из Бахмута. В Киеве считают, что таким образом глава ЧВК пытается переложить ответственность на Минобороны за несостоявшееся взятие города. Обсудим подробнее эту тему с военным экспертом Давидом Шарпом. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Я приветствую вас. Всегда рады видеть в эфире «Дождя». Добрый день. Здравствуйте, Тихон. Скажите, ну вот мы на протяжении уже почти 15 месяцев этой войны видели неоднократные заявления Евгения Пригожина с критикой Министерства обороны. Теперь мы видим своеобразный ультиматум. Как вы читаете эти заявления? Как вам кажется? Я понимаю, что мы не можем залезть и едва ли хотим залезть в голову Пригожина. Но как вам кажется, действительно ли речь идет о том, что ЧВК может оттуда выйти? Я склонен считать, что его заявление и резкая критика, мягко выражаясь в адрес начальника генштаба и министра обороны, в заметной степени искренне. Тем не менее, заявление все же стоит рассматривать как давление на соответствующих лиц и как своего рода подготовка алиби на тот случай, если дело не удастся завершить так, как Пригожин очень хочет, а это именно взять Бахман. Тем не менее, мне очень сложно поверить. Тут, конечно, на протяжении этой войны происходили такие события, в которые еще не так давно поверить было бы сложно. Тем не менее, мне сложно поверить, что он и, назовем это так, подконтрольные ему неофициальные части вооруженных сил России оставят самовольно позиции. То есть, это подобного рода одно дело мат в эфире в адрес министра обороны, что тоже само по себе неординарно. Однако, со всем другое, самовольное оставление позиций, такое не приветствовалось на протяжении всей истории разных народов и различных войн, и я не думаю, что это может быть простительным. Поэтому, если произойдет оставление, то оно будет, естественно, согласовано, и его части заменят. Однако, я бы не торопил события насчет оставления. Понятно, что Министерство обороны России, которое явно, и армия конфликтуют с Пригожиным, судя по всем событиям, не хотят, чтобы он добился успеха, а вот именно поставил точку с захватом Бахмута. Хотят, видимо, уменьшить потенциал его группировки. По большому счету же ему обрезали, насколько можно судить, обрезали главный источник пополнения в колониях среди заключенных. Да, поскольку это перешло, по сообщениям, это перешло под контроль Министерства обороны, и теперь заключенных вербуют Минобороны. Естественно. И тогда, в связи с огромными потерями, а также необходимостью держать слово и демобилизовывать тех заключенных, которые отрабостали в живых и отработали полугодичный контракт, Пригожинцы пришли к ситуации, когда их численность заметно уменьшилась, то есть кардинальным образом, надо полагать. И, соответственно, способность решать те или иные задачи и вообще их возможность быть, что называется, в центре событий таким значимым фактором. Это действия Министерства обороны России, видимо, носили такой запланированный характер, и сегодня он понимает, что подобная тенденция продолжается. Но, опять-таки, возвращаясь к возможности самовольной, подчеркиваю, именно самовольного оставления позиций, мне в такое поверить сложно. Это был бы не то, что такой совершенно поразительный шаг, это было бы уже какой-то признак явного разложения, которое должно иметь последствия. Потому что без последствия подобные шаги, я имею в виду с точки зрения, с позиции российского руководства политического, такое не может пройти безнаказанного. Скажите, насколько мы вообще себе представляем расклад сил в районе Бахмута, иначе говоря, если допустить, что это действительно произойдет, и что силы ЧВК Вагнера оттуда выведут и отправят в тыл, как утверждает Пригожин. И учитывая то, что, во всяком случае, по сообщениям украинской стороны и западных разведок, именно благодаря готовности нести огромные потери ЧВК Вагнера, достигла определенных успехов в Бахмуте, иначе говоря, учитывая все эти факторы. Если ЧВК Вагнеры выходят, что будет из себя представлять потенциал российской стороны? Что это за боевые части Министерства обороны, которые там представлены? Во-первых, мы должны сначала, общая ситуация выглядит примерно следующим образом. Большая часть города, причем явно большая с точки зрения площади, уже находится под контролем вагнеровцев. Украинцы на данный момент защищают западную часть, тут нет смысла мерить проценты, 10, 15, 20 процентов, но часть это незначительная по площади относительно. При этом есть нависание с флангов над украинской дорогой жизни, вот этой защищаемой украинцами частью города, нависание с флангов севера и с юга. Это, собственно, главный аспект ситуации, и он наглядно демонстрирует, во-первых, то, что Россия близка к захвату Бахмута. Насколько близка, сложно сказать, но близка. А также есть постоянный риск нарушения снабжения украинской группировки и ее оперативного окружения. Судя по общим, таким по общепринятым данным, когда, а тут я оговорюсь, потому что точные данные знают только те, те, кто воюют непосредственно на поле боя, но, естественно, украинское командование. Вагнеровцы находятся в самом городе и в его ближайших окрестностях, а с флангов, в том числе и согласно официальным данным российской армии, действуют в основном воздушно-десантные войска, ну и, в общем, регулярные силы. Среди них есть, конечно, и мобилизованные, в том числе, которые пополняли те или иные части. Но именно на острие вот этого самих штурмов действуют вагнеровцы. И надо снова напомнить, что при всех специфических особенностях этой группировки, это еще мягко говорю, она проявила себя, по всей видимости, как наиболее эффективная компонента российских вооруженных сил. Такие свидетельства я слышал и от украинских военных. И даже вот эта вот ее составляющая многочисленная из уголовников, даже несмотря на то, что они буквально идут на убой и их обученность не выдерживает критики, даже она в чем-то имеет значительные преимущества. И это что-то, это то, что принято называть боевой устойчивостью. То есть они в атаках, в атаках они не бегут и не отступают так быстро, как на их месте бы сделали гораздо более обученные российские военные части, а в обороне они более стойкие. Почему это происходит, ну, достаточно общеизвестно. С одной стороны, угроза расправы, с другой стороны, стимулы в виде денежного вознаграждения. Амнистия, но факт налицо... И стимул в виде свободы через полгода. Да, естественно, амнистия, амнистия и финансовый фактор. Но факт налицо, они наиболее устойчивые в плане боевой устойчивости, они наиболее, видимо, эффективная часть вооруженных сил. Ну и есть, конечно, еще и та профессиональная часть вагнеровцев, которые не уголовники, но с ними все тем более понятно. То, что они наиболее, может, если не самые, то почти самые эффективные в российских вооруженных силах, это, в общем-то, известно давно. Знаете, как разница между государственной бюрократической структурой и частной компанией, нацеленной на прибыль. В бизнесе и в экономике обычно понятно, что вторая более эффективна. Как это не забавно в военном деле, по крайней мере, в военных реалиях Российской Федерации нечто подобное тоже имеет место. Я благодарю вас, Давид Шарп, военный эксперт в прямом эфире «Дождя». Будем продолжать следить за ситуацией в «Бахмуте». «Бахмуте». Продолжение следует...